Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами покупки. Покупки из разных категорий, из разных мест, из распродажи, ко дню рождения. Обо всем по чуть-чуть, не буду затягивать. Поехали! Одно из моих лучших приобретений прошлого сезона. Эту вещь я отхватила с 50% скидкой в Mango. Она все еще есть на распродаже в нескольких цветах. Черный и красивый, насыщенный цвет зеленой, сочной травы. Я же выбрала светлую шубку. Я хотела ее купить еще в прошлом году, но не могла найти ту самую, которая и по качеству мне будет нравиться, и чтобы оттенок был нейтральным. И не слишком теплым, и не слишком холодным. И вот она. Я от нее в полнейшем восторге. И каждый раз, когда я появляюсь в ней в инстаграме, возникает огромное количество вопросов. Оля, откуда твоя шубка? Теперь вы знаете, что она продается в Mango. И цвет у нее как раз такой, как я искала. Благодаря тому, что нейтральный, он чудесно сочетается со всем остальным, что есть в моем гардеробе. Недавно у нас были совершенно нетипичные для нашего региона холодные дни. Я смогла протестировать ее и в таких условиях. Я совершенно не замерзла, благодаря тому, что все нужные места прикрыты. А чтобы не мерзло горло, я надеваю теплый свитер и еще дополнительно наматываю шарф. Если вы невысокая девушка, еще раз повторюсь, то от души рекомендую. Следующая покупка также из Mango и также с хорошей скидкой. Я заказывала его и думала, ну посмотрим, понравится или нет, потому что в руках оно совершенно, конечно же, не смотрится и на модели так себе. Когда я надела его, я поняла, что оно точно остается и в конечном итоге ношу его очень часто. Это платье лапша. Так как я опять же не высокая, оно на мне длинное. Но если вы повыше, то на вас это будет приблизительно платье миди. Очень классное качество, но самая большая и главная изюминка это вырез. Это так женственно, это так утонченно. Я очень редко ношу платье вот именно по фигуре и в принципе даже вещи. Но здесь мне настолько нравится, как все подчеркнуто. И оно и элегантное, и скромное. И при этом все еще и секси, многие его оценили. Насколько я помню, у меня размер S. Но обязательно я уточню все в инфобоксе. Моя абсолютная находка стоит недорого, есть в разных цветах. Я обязательно закажу себе еще. Не поверите, нашла на Алиэкспресс. Да, если читать отзывы, если рыться, то там действительно есть настоящие жемчужины. Этот топ классно сидит, хорошо поддерживает грудь, делает все, что надо. По-моему, это универсальный размер, но я бы сказала, что максимум на S и не на не слишком большую грудь. Спереди здесь двойной материал. Вообще материал довольно плотный, что не может не радовать. И также спереди есть чашечка, поэтому ничего не будет просвечиваться. И еще когда надеваешь его, то сразу так формы кажутся более округлыми. То есть он красиво подчеркивает грудь. Я не уверена, можно ли в нем заниматься спортом. Вот если вы активно бегаете, например. То есть это не максимальная поддержка. Я обязательно поделюсь с вами ссылкой внизу. Можете глянуть расцветки. А, и еще, здесь регулируются шлейки, чему я несказанно рада. И такие топы я не всегда ношу исключительно на спорт. Но как минимум дома в этом очень-очень удобно. Вообще-то я много всего купила на Алиэкспресс. И обязательно сделаю отдельное видео. И все мои нарядные такие блестящие серьги, которые были на праздники, на Новый год, у меня также оттуда. Я вообще в основном заказываю бижутерию именно там. Сережки, которые я не показывала ни в одном ролике, но то тут, то там надевала их. Они очень классные, они стильные, модные. Вот такие объемные, золотые, типа как узелки. И на самом деле они довольно легкие. Вот так самый обычный наряд с этими сережками смотрится и по-нарядному, и как-то необычно акцентные серьги, которые я влюблена. Спешу поделиться с вами полезной информацией. Многие из вас наверняка знают о Киберпонедельнике. Это единственный день в году, когда многие обещают нам максимальные скидки, скажем, на какие-то товары, на технику. А кэшбэк-сервис Letyshops решили организовать свой не Киберпонедельник, а целых три дня с повышенным горячим кэшбэком до 20%. С 25 по 27 января можно будет приобрести разные товары на Asos, iHerb, AliExpress, M-Video, Яндекс.Маркет и многих других магазинах, где и так сейчас проходят скидки до 70%, можно получить до 20% еще обратно себе на карту. Это реальные деньги, которые можно вывести себе и снова потратить. Вот, скажем, вы планировали приобрести что-то на Алиэкспресс, и обычно ваш кэшбэк составил бы 200 рублей, а так вы сможете вернуть обратно 400, а то и 600. Вот только количество таких активаций ограничено. Всю подробную информацию я оставлю в инфобоксе, заглядывайте. Ну, а мы с вами продолжаем. Недавно я совершила набег на Ларидуд. В основном я заказывала вещи для дома, их мы с вами рассмотрим во влоге, и также несколько детских толстовок. Оказалось, что у них есть еще и интересный ассортимент для женщин, мужчин. А себе я взяла кашемировую водолазку. Такая же черная у меня была из Массимо Дутти, но кое-кто постирал ее, и теперь она годится только на какого-то ребенка. Так что решила обновить, потому что это то, что я частенько надеваю или под что-то, чтобы было тепло, или в качестве самостоятельного верха, к каким-то брюкам, к джинсам и так далее. Я взяла себе размер S для того, чтобы водолазка сидела более свободно. Не нравится мне, когда они прям сильно в облипку. И она села хорошо, так как я планировала. Иногда на Ларидуд можно найти промокод на скидку там на 30%, на 40%. Если у меня получится, то поделюсь и с вами в инфобоксе. Вещь, которую я заказала больше на весну, чтобы просто надевать поверх футболки, когда будет еще прохладно, с кожаными леггинсами, с джинсами, в принципе, с чем угодно. И она даже лучше, чем я ожидала, потому что в основном в масс-маркете вот такие рубашка-бомберы, они или очень тонкие, или слишком большие, или же без подкладки. А это больше все-таки куртка, чем рубашка. И мне хотелось также какую-то расцветку, которой у меня, во-первых, нет, а во-вторых, чтобы она не выходила из моды. То есть, такая вариация на тему классики смотрится очень молодежно, стильно, и главное, что это удобно, без заморочек. Набрасываешь поверх чего-то однотонного, и сразу как-то так выигрышнее смотрится все в целом. Очень классная рубашка-бомбер, она с подкладкой, ткань плотненькая, поэтому точно ничего не будет продуваться, мяться и выглядеть как тряпка на тебе. У меня размер XS, или вот 34 указано, но я, по-моему, заказывала XS. Не суть. То есть, самый маленький, видите, что она объемная, но не как мешок. Еще один свитер, тоже из Лори Дуд, я не помню состав, потому что я давненько заказывала, снежно-белого цвета, и я взяла себе в размере M, потому что боялась, что он будет слишком коротким. Как-то на модели так было непонятно, и сейчас очень модно, когда горловина расстегивается, можно и полностью застегнуть, или же можно чуть-чуть приоткрыть замок. Он не заедает, качественный, и здорово будет смотреться с любым низом. У нас давным-давно закрыты торговые центры, их то открывают, то закрывают, но я давненько там не была. Вот, и когда начались скидки, я зашла на официальный сайт Zara, полистала, посмотрела, кое-что добавила в любимое, и потом, когда хотела купить, этого уже не было. Со временем они начали добавлять размеры, мне пришло уведомление, и я оформила заказ. Кое-какие вещи мне не подошли, но давайте все-таки с вами обсудим. Балетки. Балетки стоили 11 долларов, что-то такое. И они кожаные, тоненькие, но мне нравится то, что они серебристого цвета, и как тапочки надел и пошел. Мне хотелось бы чуть-чуть поменьше, прям на несколько миллиметров, но не критично. 38 размер взяла, все, думала 37-38, вы знаете, что у меня вечно с этим проблема. Может быть, выловлю 37-й, и тогда посмотрим. Возможно, они сядут чуть плотнее по ноге, но в целом, то, что я хотела, я получила. И вот такой острый носок, он всегда визуально вытягивает ноги. Платье, которое вообще непонятно сейчас вот так в руках, что за вещь, куда ее носить, и как она смотрится. Я сниму примерку. В общем, платье мне нравится по расцветке и по фасону. И его начальная цена была завышенной, как мне казалось, с 50% скидкой или чуть меньше. Я заказала себе размер XS. И это то платье, которое я вижу где-то в отпуске, в Италии, на какой-то праздник можно надеть. Вообще, когда хочется чего-то женственного, такого летящего, я осталась довольна. Это платье с открытой спиной, сзади замок, и здесь внизу есть подкладка, то есть тоже ничего не будет просвечиваться, сверху двойная ткань. Такое платье не предполагает наличие бюстгальтера, поэтому будем спасаться какими-то наклейками или вовсе ходить без него, что меня, в принципе, устраивает. Как мне хочется в Италию в таком платье, вы себе не представляете. И дай бог, чтобы в этом году наши с вами планы, связанные с путешествием, осуществились. И, возможно, когда-то я тоже сфотографируюсь именно в той локации, в которой я себя вижу, вот в таком платьице. Очень-очень оно красивое, прям запало мне в душу. Будем ждать лето. Еще одно платье, которое я планировала надеть на свой день рождения. Кстати, я думала, что ткань будет более качественной, в нем нет никакой подкладки. Но вот такой фасон платья мне хотелось надеть на свой день рождения, добавить какие-то нарядные серьги, лодочки или же пояс можно. У меня очень красивый кожаный, широкий. И вы не поверите, но оно не село в области груди. Оно мне тянет, жмет, вот как-то скроено оно очень-очень странно. Я не знаю, какую фигуру нужно иметь, чтобы оно село как надо. Возможно, мне просто попался такой экземпляр, но это не точно. Если вы мне скажете, что это очень странная вещь, я, возможно, с вами соглашусь. Но также объясню свою позицию. Это комбинезон из натуральной ткани, тоже из Zara. Он у меня в размере S. Сел свободно и никак не выглядит, если не добавлять обувь, какие-то аксессуары, очки, возможно, шляпку. Для меня это вариант или для дома, или для прогулок с собакой на теплое время года. Со спортивными разными там кедами тоже будет очень прикольно выглядеть. И мне не всегда хочется наряжаться в повседневной жизни. Хочется иметь ту вещь, которую я надену, в которой я пойду, мне не будет ни жарко, ни холодно. Поверх можно набросить кожаную косуху и будет мне счастье. Не всем понравится и вообще надо такой комбинезон. Но я решила его померять и я довольна. И это самое главное, ткань не слишком плотная, вот настолько, чтобы она стояла колом. То есть она примнется и приятно ощущается. Если помните, я все пыталась найти классические черные, широкие, свободные брюки на завышенной талии. Покупала в And Other Stories. Они мне не подошли по размеру. Хотя многие писали, что оставь, но я уперлась и продолжила свои поиски. Нашла в Zara. Они не были дешевыми, но зато здесь выточки. Это та классика, которая будет служить годами. Очень здорово вытягивают силуэт. Буду носить с высоченным каблуком и тем не менее мне нужно будет их подшивать. И ткань здесь такая плотная, тяжелая, в хорошем смысле этого слова. И брюки струятся по фигуре и смотришься в ней более хрупкой. Длину мне придется подрезать, но для меня это ок. Потому что наконец-то нашла то, что искала. Если помните, то на Черную пятницу я говорила, что куплю себе луноходы. Это Moon Boots. Я приобретала их на Answery. У меня короткая модель, но есть и повыше. У них очень странная размерная сетка. Я не знала, куда мне со своим 37,5 пристроиться. Кто-то писал, что первый поменьше размера будет слишком мал. Короче говоря, я заказала, думаю, буду мерить и там определюсь. И вы знаете, нормально, ничего не жмет. Вот я хожу в них довольно долго, поэтому решила поделиться своим мнением. Так как девочки писали, что истирается подошва, и что-то там разваливается. Это обувь, которую, конечно же, лучше всего надевать на снег. И в слякоть они промокают. Я очень часто хожу с собакой по бездорожью. Мне нравится то, что здесь вот такая как бы платформочка, и внутри как подушка. То есть ты идешь как космонавт в этих ботинках. Смотрятся они прикольно, интересно. Не всем это по душе. Я это понимаю, я это уважаю. Но для меня самым главным было то, чтобы мне было тепло. И это то, чего я от них ожидала. Сейчас, когда у нас навалило снега, я понимаю, что нужно было брать модель повыше. Но снег у нас нечастый гость. Поэтому довольствуюсь этими. И я, конечно, не прогадала, что я взяла универсальный серо-серебристый оттенок. Моются они очень быстро, удобно, без каких-либо вопросов. Протираешь тряпкой или моешь под проточной водой. И все. И когда мы были в Швейцарии, там был мороз. Я в них ни разу не замерзла. Они удобные. Я привыкла к угам, инуики, или как там правильно читается этот бренд. Вот эти, конечно, самые удобные и самые теплые. А что касается инуики, если вы помните, они у меня мало того, что замшевые, так еще и светлые. И я думала сдать их в химчистку, а потом достала свой ластик, который я заказывала на Алиэкспрессе, очистила и как новый. Поэтому сейчас, когда многие носят именно замшевые сапоги, советую присмотреться, потому что копеечное дело, но выручает и спасает от химчистки. Будучи в отпуске в Швейцарии, мы проживали в поселке, где все практически магазины были дьюти-фри. И я во влоге показывала вам пакеты и обещала рассказать, что же там у меня. Вообще-то, это покупка по вашим рекомендациям. Это то, чем я сегодня накрашена. Новый тональный крем. Потому что некоторые у меня заканчиваются, и я решила обновить, доверилась полностью вам. Это тональное средство от бренда Clorance Skin Illusion. Когда-то он у меня был, старая версия, и это также был мой фаворит. Но когда обновили формулу, я не знаю, почему я обходила его стороной. Не было никаких весомых причин, и тут мне подвернулась возможность купить его дешевле. Я выбрала себе оттенок 108, и побаивалась, что он мне будет темноват. Но потом накрасилась и поняла, что это попадание в яблочко. Вот вы писали, что это идеальный тон на каждый день, и я абсолютно с вами согласна. Он имеет легкую текстуру, при этом хорошо все перекрывает. И это тональное средство не из серии сияющих. То есть он смотрится на кожу очень естественно, но по сравнению с Estee Lauder, который я нахваливала, или же Shiseido, который Glow, это кое-что другое. Он на мне скорее сатиновый, то есть он подзастывает, никуда не передвигается, и даже не всегда мне необходима пудра. Именно поэтому такой тон будет классно смотреться на комбинированной, на жирной коже. И вот тот факт, что в течение дня ты напрочь о нем забываешь, как будто совершенно не накрашена, конечно, очень подкупает. И сейчас в такой повседневной жизни им пользуюсь, и на видеосъемке он смотрится роскошно. Так что Новый год и новые открытия для меня. Также в моих пакетах было целых две помады, и там были такие цены, даже не как бьюти-фри, а реально очень выгодно. Поэтому я решила выбрать несколько новых вариантов, того, чем я действительно буду пользоваться, а не просто какие-то новые оттенки. Я знаю, что эти помады закончатся у меня до конца. Первая из них это Yves Saint Laurent из их сатиновой линейки в оттенке 70. Мне хотелось купить и нюдовую нейтральную помаду, и что-то поживее. Вот чтобы не красить глаза, а просто подчеркнуть губы, особенно на весну и лето хочется чего-то такого слегка кораллового. И это именно такой цвет, очень приятная текстура, она комфортная на губах. Единственное, что может не всем понравиться, потому что меня это даже в каком-то плане смутило. Это фирменная душка всех помад Yves Saint Laurent. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но когда я попользовалась ее несколько дней, я перестала обращать на это внимание. Так что да, очень нравится. И рада, что приобрела ее за такую смешную цену. У нас таких даже в интернете не бывает. Вторая помада от бренда Tom Ford, она обошлась мне на 60% дешевле, чем обычно, потому что там и так цены ниже, и сейчас нет туристов, и рождественские скидки. Мало того, если ты проживаешь в каком-то отеле, именно в том поселке, Замнаун называется, то тебе дают минус 5%, когда показываешь гостевую карточку из отеля. Поэтому сэкономила вообще по максимуму. Как вы можете понять, оттенок 60, очень красивая, сливочная, в нем больше розовинки, чем какой-то коричневинки. Приятно пахнет ванилию, она так скользит по губам, такая сливочная, приятнейшая текстура. И это не первая моя помада Tom Ford, а вторая в жизни. И я долго стояла, выбирала оттенок, и то, что я искала. Конечно же, упаковка у Tom Ford это всегда шик и блеск. Также я наткнулась на стенд Babber, Babber или Babor. Исправьте меня, пожалуйста, потому что с маркой я не знакома. Я только много слышала об их знаменитых там культовых ампулах. Я стояла, выбирала их огромное количество и лифтинг, и детокс, и максимальное увлажнение. В общем, консультант увидела, что я слегка потерялась, подошла и предложила мне купить адвент календарь с 24 ампулами. Я подумала, что цена привлекательная, и, наверное, тогда я смогу в полной мере протестировать, понять, какая из этих ампул мне нравится больше, какая меньше. И так как прошло совсем немного времени, с тех пор, как мы вернулись, я не могу сказать, что я перепробовала все, и вот это нравится, это нет. Пока что я использовала 4 разных ампулы, и после каждой из них я наносила их вместо сыворотки. На ночь я просыпалась, у меня была настолько сияющая, спокойная кожа, восстановленная. И ампулы – это вообще супер вещь на самом деле, потому что вы используете их тогда, когда есть необходимость. При этом вы не тратитесь на сыворотку, которую открыли, да, большой флакончик, я уже не говорю о том, чтобы потратились, пару раз намазали, решили свою проблему, и сыворотка стоит и пропадает. А здесь вот вы открыли, продукт свежий, намазали, и сразу получаете результат. Скажите, пожалуйста, какие ампулы вы любите больше всего? Вообще нравится вам, не нравится? Я постараюсь узнать побольше, потом, наверное, в пустых баночках, или, возможно, в каких-то фаворитах. Я расскажу, какая из вот этих ампул сработала лучше всего конкретно на мне. От вас жду какой-то информации, знакомы ли вы с Бабар, что вы любите. Может, есть какие-то сыворотки с таким же содержанием. Ампула – это зачастую очень концентрированная формула определенного действия. Я обязательно все перепробую и поделюсь с вами таким финальным мнением. Вот у вас бывает такое, что вы что-то увидите, вас это заинтересует, вы думаете, надо или нет, и потом эта вещь начинает появляться везде. То тут, то там. Я увидела такую палетку у Елены Богдановича, также у Вики Моисеевой. Это те и визажисты, и блогеры, которых я очень люблю, мне нравятся их макияжи. И они сказали, что да, палетки очень классные. Я еще и Лене написала, она говорит, тебе такое подойдет и понравится. Оля, бери, не думай. Цена, так как я сказала, просто бомба. И это лимитированная палетка от бренда Tom Ford. Я даже не знаю, когда она выходила, у нас она так и не продавалась. Такие оттенки очень классно подходят для нюдового макияжа. И вот даже в палетке эти тени не смотрятся настолько красиво, как на глазах. Это очень просто, это очень быстро, это фирменный блеск, это фирменная текстура бренда Tom Ford. Они наносятся как пальцами, так и кистью. Конечно, вот эти сияшки я наношу именно пальцем. Но что касается бронзового оттенка, я беру кисть, и тоже ничего не сыпется. Здесь нет ни одного матового оттенка, но мне хотелось какую-то украшалку. И я вообще чуть-чуть коллекционирую тени Tom Ford, и подумала, что это то, чем я буду пользоваться, это цветовая гамма. И, кстати, вот эти оттенки не перекликаются с нюдип, и с остальными тенями я посвочила, и поняла, что надо брать. Теперь эта палетка есть и у меня. Кстати, вот эти самые светлые тени, они более рыхлые, это как полуспарклы какие-то, и они на глазах отдают розовинкой. Очень освежающая палитра, и для весенне-летнего макияжа, то, что мне нравится, то, что я обязательно буду использовать. И да, тоже как память, как какой-то сувенир и подарок себе на день рождения. Мой главный подарок на день рождения это новый аромат. Вы знаете, что недавно я сделала зачистку, и у меня освободилось место. Мне хотелось чего-то особенного и чего-то с такой моей личной маленькой историей. Разрешите мне ее рассказать так вкратце. Четыре года тому назад приблизительно меня пригласили в пресс-тур в Швецию, и также можно было взять кого-то с собой, так как дети были маленькими, Томак остался с ними дома, и я пригласила свою подругу Настю. Мы отправились в Швецию в гости к Даниэлю Веллингтон. Мы чудесно провели там время, правда, я была после отравления, но тем не менее, было настолько весело, было активно, мы танцевали всю ночь, мы болтали, мы хохотали, мы вот настолько как-то даже сейчас тепло вспоминаем ту поездку, она была по-настоящему вот какой-то уникальной, не побоюсь этого слова, вряд ли когда-то получится такое повторить в жизни. Мы практически не спали всю ночь, вернулись после гулянки, поспали несколько часов, и вместо того, чтобы отсыпаться, мы отправились на прогулку по городу, что в принципе логично. В конце дня, вечером у нас был самолет, мы были настолько уставшими, но настроение было супер, и мы с Настей в аэропорту остановились у стенда Byredo. Тогда этот бренд был мне незнаком, и я как-то так попробовала разные ароматы, Насте тогда понравился тот, который она в конечном итоге чуть позже приобрела, и у меня появился палп, но у меня в памяти буквально как отпечатался аромат без названия, и даже когда я хотела приобрести его уже через год, через два, я видела, что он везде распродан. Его сейчас практически нереально достать, все по той причине, что аромат реально без названия, здесь ничего не написано, вы можете сами как-то придумать ему название, здесь прописать, был лимиткой 2016 года. Он был создан в честь десятилетия парфюмерного бренда Byredo, и даже весной я попыталась его где-то отыскать безуспешно. И тут, в Швейцарии, я зашла в парфюмерный бутик, там в основном были представлены нишевые ароматы, которые у нас здесь не продаются в стационарных магазинах, а когда ты заказываешь довольно дорогой аромат онлайн, то можно прогадать, и ниша это такое, кому-то нравится, кому-то нет, и я увидела его без названия. Я, мне кажется, вот именно с таким выражением лица, спросила у консультанта, это он, тот самый, с 2016 года? Она говорит, да, у нас осталось два флакончика по 100 мл, и я не устояла, я приобрела его себе. Что это за аромат такой? Когда он появился в продаже, парфюмеры, которые создавали этот аромат, не раскрывали тайну композиции, то есть каждый воспринимал по-своему этот аромат, и мог его расшифровать по тому, как он ощущается на коже. Со временем, конечно же, они сказали, какие там главные ноты, нота сердца и так далее, все вот эти дела, и это сейчас можно прочитать в свободном доступе в интернете. Что касается меня, вот лично у меня одна стойкая ассоциация, помимо поездок, помимо вот каких-то лично моих эмоций, это глянцевый свежий журнал. Вот что-то, чего я нигде не встречала, и также вот этот аромат был создан из всех композиций, которые есть у Bayreda. От каждого взяли по чуть-чуть, смешали, и получился вот такой без названия. Сейчас этот аромат, так как я сказала, практически нигде не продается, где-то какие-то подделки, и цена на него, ого-го, именно на оригиналы с чеками, там со всеми пруфами, и я стояла, думала, надо или не надо, нанесла на себя, на блотер, походила, поняла, что он на мне стойко держится, и те эмоции, те воспоминания, и тот хороший настрой, который дарит мне этот аромат, вообще никак не могут соотноситься с ценой. В принципе, он стоил дороже, чем остальные Bayreda, но тем не менее, мне, вы знаете, захотелось что-то особенное в свою коллекцию, что-то ни на что не похожее, и также я выбирала себе аромат на холодное, на теплое время года, потому что он холодный, по своему звучанию, здесь есть фиалка, ирис, который я очень люблю, остальное мне непонятно, что здесь намешано, и потом я уже прочитала, что здесь есть и мох, который придает какую-то такую землистую, что ли, нотку, и бальзам, ну, в общем, на мне это что-то такое вот очень и очень интересное, и мне настолько приятно иметь его у себя, и, конечно же, им пользоваться. Это аромат унисекс, который подходит и мужчинам, и женщинам, и в этом случае я как раз говорю, да, что это универсальный аромат, я спокойно могу себе представить любого мужчину с таким парфюмом, или же женщину, то есть он бесполый, и я взяла себе 100 мл, так как я сказала, меньше не было, и я даже подумала о том, что если вдруг когда-то он мне надоест, когда-то перегорю, еще там что-то произойдет, я всегда смогу его продать дороже, да, потому что аромат растет в цене из года в год, и, да, воспоминания и ассоциации, которые связаны у меня с этим ароматом, это что-то, что греет душу, это самое главное, чтобы кайфовать, да, от парфюма, между прочим, из той же поездки у меня есть кружка, которую подарила мне Настя, и я очень ее дорожу, каждый раз, когда завариваю себе чай или кофе, я вспоминаю, и сразу даже позитивный настрой появляется. Еще в самом конце скажу, что, если помните, у меня есть черно-кремовая куртка байкер из Страдивариуса, она очень долго не была доступна, многие девочки так и не смогли ее найти, и многие хотели приобрести, или там померять, говорю вам, что она снова есть в наличии, их то ли быстро размели, потом отшивали, не знаю, с чем это связано, но видела, что на официальном сайте есть все размеры, мне она нравится, люблю за то, что она удлиненная, ничего не подмерзает, и на Letyshops есть также кэшбэк в Страдивариусе, вот, имейте в виду. На этом мы с вами прощаемся, я надеюсь, чтобы вам сегодня со мной было интересно, как в старые добрые времена показала все свои покупки из разных категорий, да, буду благодарна вам за пальчик вверх, мне всегда очень приятно ваша обратная связь, все, пока-пока, до новых встреч, уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok